Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных, ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня последний день торговой недели. Впереди выходные. Как и всегда, проведите их максимально продуктивно. В понедельник всех вас жду с хорошим настроением на финансовые рынки. В следующей неделе у нас будет очень жарко, потому что все еще актуальны сроки дедлайна по соглашению касательно Брекзита между Англией и Европейским Союзом. Это 15 октября. И 15 октября, друзья, в этот же самый день состоится следующий раунд дебатов между Трампом и Байденом. Если Трамп намеревается все-таки набрать достаточное количество голосов, рейтинга и очков, чтобы стать президентом США, ему нужно очень постараться на следующих дебатах. Мы будем следить за этим новостным событием. И я думаю, друзья, то, что следующая неделя может быть еще более результативной для нас, для покупателей фондового рынка и для тех трейдеров, которые ставят на снижение курса американского доллара. Сегодня на повестке экономического календаря не так уж и много отчетов. Я предлагаю поработать с данными по рынку труда Канады. По паре доллар-канадец тоже все предсказуемо, ожидаемо, предельно ясно, понятно. Пара снижается, текущие котировки 1.3184. Причем есть два основных фактора, которые мы сейчас используем для того, чтобы топить этот дуэт финансовых активов. Во-первых, слабость американского доллара. Мы сейчас об индексе американской валюты поговорим. И второй момент – это восстановление цен на ней. И сегодня, кстати, идея укрепления канадского доллара может поддержать еще и потенциально слабая статистика по рынку труда. Если мы посмотрим по ожиданиям трейдеров, экспертов, что может произойти с основным параметром рынка труда, уровнем безработицы, он по прогнозу снизится с 10,2% до 9,7%. Если ожидания оправдаются, конечно же, канадская валюта получит дополнительную фундаментальную поддержку. И, быть может, в сегодняшний день мы закроем ниже отметки 1.31. Мне кажется, что пара уже начала свой уверенный ход к поддержке 1.30. И мы до этого уровня эту пару и будем держать. Что касается индекса американской валюты. 93.48 в моменте мы сейчас видим. Вчерашний релиз по заявкам на пособие по безработице не стал каким-то откровением для рынка. Не привнес каких-либо изменений в текущее рыночное представление того, что рынок труда США испытывает серьезные проблемы. 840 тысяч обращений, первичных прогнозов был 820 тысяч. И самая главная проблема сейчас в анализе вот этого компонента американского рынка труда заключается в том, что заявки сокращаются крайне медленно. То есть темп падения, если, опять же, сделать отсылку на прежние прогнозы оптимистов, что мировая экономика сможет быстро оправиться от последствий пандемии, рынок труда также восстановится. Мы видим то, что без работы остаются миллионы, десятки миллионов человек в США. И, к сожалению, ситуация, она не то чтобы не улучшается. Она в отдельных секторах становится даже хуже. Соответственно, по статистике дальнейших данных по заявкам, в копии у нас через месяц будет общее объективное представление о тех данных, которые мы можем увидеть от Non-Farm Perils. Но заранее, друзья, считаю то, что практически 100% к сожалению из-за текущей ситуации с распространением второй волны ковида данные будут только хуже и хуже. Слабая статистика – это причина снижения курса американского доллара. Второй момент, на который обращаю ваше внимание, это все еще актуальные разговоры относительно новых мер экономического стимулирования от Конгресса. МакКоннелл, который является лидером большинства в Сенате, вчера признал то, что вторая волна, ее последствия могут быть очень пагубными. Поэтому, конечно же, Сенат заинтересован в том, чтобы дать экономике дополнительные деньги. Мы следим также за последней трамповской инициативой касательно того, что Конгресс должен в обязательном порядке согласовать 25 миллиардов на зарплаты для авиакомпаний, 125 миллиардов для поддержки малого бизнеса и еще утвердить возможность рассылки чеков всем безработным, как прямые выплаты на сумму 1200 долларов. Это тот самый, друзья, апрельский пакет стимулов, который тогда отложили до лучших времен, но лучших времен не сложилось. К сожалению, ситуация только ухудшилась. И сейчас этот четвертый пакет может быть реализован. Он должен быть реализован. Мы его, безусловно, ждем. Чем быстрее безработные домохозяйства получат вот эти чеки, тем больше у нас будет шансов и больше уверенности продолжить развитие бычьего ралли фондового рынка, NASDAQ, Dow Jones и S&P, и, соответственно, еще больше ударить по позициям американского доллара. Цели, друзья мои, я много раз говорил, что индекс американской валюты нацелен на 92 и ниже. Вот пока придерживаемся этих значений. Евро против доллара восстанавливается. Динамика всех финансовых активов, за которыми мы следим, вот так вот получилось под конец этой недели. Друзья, явно способствует тому, чтобы мы на выходные ушли с очень хорошим настроением. Европейская валюта тоже, как и прогнозировалось, укрепляет свои позиции из-за снижения курса американского доллара. Фонд против американца. Здесь, как и в прошлый раз, колоссальная волатильность и рекомендация остается той же. Не лезть в британскую валюту. Фонд от положительного до негативного. Негативный фонд. Это вчерашний комментарий Бейли, руководителя Банка Англии, в которых он признал, что из-за влияния пандемии на английскую экономику, напомню, что по итогам вчерашнего дня в Англии было зафиксировано почти 18 тысяч новых случаев ковида. Это рекордный показатель. И, предвкушая, опять же, прогнозируя ухудшение темпов экономического роста, Бейли признал, что он готов рассмотреть дополнительные меры экономического стимулирования. Это, друзья, негативный фактор для фунта. Если мы вспомним еще и про дедлайн по Брекзиту и отсутствие потенциального соглашения, фунт может оказаться быстро в числе тех активов, которых будем подбирать где-то ниже плинтуса и над ней. Я думаю, что справедливыми значениями при таких рисках для британцев являются уровни ниже отметки 1,27. Ну и на другой стороне это в пользу покупок фунта, конечно же, то, что сейчас происходит с долларом. И мы видим, как слабость доллара влияет на рисковые инструменты. Но, опять же, сейчас из-за того, что трудно все-таки определить, какой дальше фундамент будет определяющим, значимым для британца, давайте не лезть в этот инструмент. Dow Jones 28,436 пунктов. Чуть-чуть остается до исторического максимума. Друзья, мы еще до выборов, я уверен, доберемся до таких значений. Bitcoin 10,874. Здесь тоже рост продолжается. Нефть 43,15. Очень неплохо мы выросли в рамках вчерашнего торгового дня. И основная причина, на которую я сейчас сделаю акцент, это ураган Дельта, о котором я вам говорил, о последствиях которого предупреждал. Он стал причиной при остановке 90% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Отсюда такая реакция. Поскольку эффект еще продлится, я уверен, в рамках сегодняшнего дня, я думаю, что мы смело можем держать длинные позиции по нефти, ориентироваться на 45 долларов за баррель. Как только мы доберемся до этих значений, уже посмотрим, как быть дальше. Друзья, на этом все. Всем хорошего закрытия недели. И до скорых встреч в понедельник. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok